Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо, но ничего, Сань, не сделаешь. У людей у всех тут жопа. Тут народу просто ***. Не расстраивайся, жизнь продолжается, что бы ни случилось. У тебя дом просто в воде весь. Накануне мальчишкам из Азбеста юным хоккеистам команды Хризатил 07 удалось на поезде покинуть затопленный Орск. Город в Оренбурге, драматические вести из которого четвертый день подряд остаются главными федеральными новостями. А наши пацаны вернулись домой, успев сыграть лишь один матч на выезде с местным «Зенитом» в рамках первенства трех соседних федеральных округов. После пятничного прорыва дамбы стало не до хоккейного турнира. Часть Орска оказалась по пояс в воде. По последним данным на сегодняшнее утро, есть и хорошая новость. Уровень в речке Урал упал на 9 см и пока застыл на отметке 963 см, то есть на 33 см выше красной черты. В Оренбургской губернии из-за прорыва дамбы было объявлено чрезвычайное положение федерального характера. Основной удар водной стихии пришелся на Орск, где затоплены больше 6000 домов. Эвакуированы 2000 жителей, в том числе почти 700 детей. Домашних питомцев, спасенных в зоне подтопления, никто, конечно же, по головам не считал. Но кадры, на которых спасатели на руках выносят со дворов и грузят в резиновые лодки спасенных собак, многим уральцам разбередили души. Главный спасатель России, глава Министерства МЧС, генерал-лейтенант Александр Куренков, накануне побывавший в Орске, тоже стал свидетелем спасения кота, которого его подчиненные вынесли из зоны затопления в переноски. В потопленноморске зафиксирована смерть четырех человек. Двое скончались от сердечного приступа. Один умер естественной смертью. Еще один сам покончил счеты жизнью. В селе Тоцкое на улице Первомайской соседи нарядались к бабульке и при свете фонарей обнаружили ее тело плавающим в воде. С сегодняшнего дня всех эвакуированных жителей ожидают бесплатные прививки противовирусными препаратами, а завтра начнется массовая вакцинация населения от гепатита А. Пребывание в мутной воде бесследно не пройдет. В затопленном городе, по некоторым сведениям, заканчивается питьевая бутилированная вода. А человеки обезвредили в коттеджном поселке Дубовый Плес. Натурального мародера, который во тьме вез на тележке утеплитель. Оказывается чужой, ворованный. Хотя злодей в этом пока и не сознается. К слову, Орск за последний век переживает уже четвертое великое наводнение. И, судя по всему, не самое катастрофическое. Хотя в сводках МЧС и в докладах чиновников в последние дни довольно часто звучит как раз славосочетание критическое положение. Хотя все познается в сравнении. В 1922 году во время гражданской войны в Орске было намного хуже. По городу можно было перемещаться лишь на лодках, а тела погибших плавали в воде. И их некому было убирать. В 1942 году во время войны и развива реки Урал 95% территории Орска были затоплены. В 1957 в старом городе дома затопило по самые крыши, утверждали очевидцы. И добавляли, что автополоводья эвакуированные. Спали прямо в автобусах на горе Преображенской у Колокольни. С вертолетов им спускали продукты и люди готовили еду на керосинках. Впрочем, и после нынешнего потопа Орск, похоже, еще долго будет просыхать. К нашим соседям в Зауралье тоже подбирается большая вода. Сегодня в 10 утра в Кургане прозвучала сирена внимания всем. Рядом со стратегическим Кировским мостом укрепляют дамбу, накладывая мешки с песком. Власть уже наметила десятки сел и деревень, жителей которых до прихода большой воды нужно будет эвакуировать в безопасные места. Предполагается, что в ближайшие дни уровень воды в реке Табол поднимется до 9 метров, а это опасный уровень. Группировка свердловских спасателей, 46 штыков и 7 единиц спецтехники направлены в Зауралье для борьбы с паводком. У соседей в Тюменской губернии введен режим ЧС. Екатеринбургу, разумеется, ничто не грозит, разве что большие лужи. Но губерния у нас большая и всякое может быть. Говоря о прорыве дамбы, якобы неправильно спроектированной в Орске, нельзя не вспомнить драматическую историю прорыва нашей дамбы, Киселевского водохранилища под Серовом. По масштабам разрушений и жертвенности тот потоп, к слову, был намного катастрофичнее Орского. В июне 1993-го, после прорыва дамбы Киселевского водохранилища, в зоне потопления оказались 6,5 тысяч человек. 15 погибли. Во время прорыва дамбы на глазах ошеломленных людей потоки воды смывали не только теплицы и дачные домики, но и крепкие бревенчатые избы-пятистенки. Они вертелись в водоворотах, словно спичечные коробки, а люди плыли в воде, уцепившись за деревья, вырванные с корнем потоками воды, и на обломках крыш. Очевидцы утверждали, что это был настоящий водный ад. Предполагается, что затопленный Орск и курган с таболом, застывшие в ожидании большой воды, в каком-то смысле стали жертвами наших соседей из Казахстана. Там усиленно сбрасывают воду в водохранилищах и спасают жителей от Великого потопа, а от Зауралья до Казахстана рукой подать. Несколько населенных пунктов курганщины граничат с этой республикой. Сейчас в зоне риска полсотни поселков и деревень, и все из-за сброса казахских вод в нашу речку Табол.